Микс Ньюс. Утро на балконе. Да, ещё раз доброе утро. Как можно сказать, пенсионерского окружного суда доигрывался, но у нас сегодня в студии. И вот вчера как раз у президента было совещание, где обсуждались предложения в закон об уголовном процессе, призванные, насколько я понимаю, ускорить рассмотрение судопроизводства. В частности, предлагалось уметь сократить время дебатов во время судебных заседаний и последнее слово. Кто-то даже провел параллели с Сеймом, где тоже, как мы знаем, ограничено время дебатов и реплик. Вот как вы это оцениваете? И, может быть, по вашей практике в юридическом окружном суде, вот на ваш взгляд, может быть, ещё нужны какие-то изменения в закон, чтобы этот процесс шёл более быстро? Спасибо за вопрос. Я вначале хочу сказать, что все латвийские жители должны знать, что 96% дел рассматривается в течение двух лет. Это, как говорилось уже вчера, очень хорошие показатели, в Европе немного. И то, что уже вчера вы слышали, судебные дебаты не ограничены в очень редких странах. Латвия одна из тех. И поэтому я думаю, что это шаг в правильную сторону, и это очень будет дисциплинировать тех представителей, кому надо выступать в дебатах. Но если об уголовном процессе, значит, это прокурор и адвокат. Понятно, что очень редко какие-то судебные заседания транслируются по телевидению, но мы понимаем, что это такой всё-таки редкий случай. Одно из них, это, правда, был районный суд, это громкое дело позолитуда, но многие обратили внимание, в том числе и журналисты, что судей, их даже было жалко по-человечески, должны были очень долго зачитывать вслух своё, как бы, ну, ещё решение, да, ещё даже неполное решение суда. И всё-таки многим показалось на дворе 21 век, всё в интернете, потом судебное решение будет в доступе у всех участников процесса. Нужно ли, на ваш взгляд, может быть, здесь надо каким-то образом модернизировать и позволить судье только дать резюмирующую часть, ну, сказать, не знаю, признать виновным или признать невиновным, и дальше уже всё это делать в таком виртуальном варианте. Я думаю, что это вопрос, о котором надо думать в будущем, потому что, как вы правильно сказали, конечно, на данный момент все уже умеют читать. Когда-то эта публичность была и обоснована тем, что не все жители Древнего Рима умели читать, и поэтому надо было это огласить. Там есть, конечно, и другие моменты, почему такая традиция, и на данный момент с законом, это установлено на то, что вы заметили. Это, по моему мнению, правильное направление, куда надо двигаться, потому что это очень-очень много времени занимает, но обоснование для такого действия, как будто на данный момент, уже в данном историческом промежутке, в котором мы живём, уже это как будто нет. Конечно, тем более мы же понимаем, независимость от того, что судья всё равно будет потом мотивирующий решение, и потом уже только последуют какие-то действия со стороны, не знаю, адвокатов или со стороны обвинения. Если… да. Да, 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефон напрямого эфира, звоните, задавайте вопросы, или пишите нам по WhatsApp 2-3-0-6-1-91, напомню, у нас в гостях председатель Рижского окружного суда Дайга Вилсона. Конечно. Но это такие вещи, которые, я имею в виду в плане какой-то улучшения или модернизации судебной системы, которую видим мы со стороны как обыватели. Ну, конечно, всем хотелось бы, чтобы происходило чуть быстрее, чуть-чуть поновее. Есть ли какие-то вещи, которые, может быть, видны именно со стороны судей, которые не так очевидны людям со стороны, а вот вам, из-за того, кажется, что нужно это улучшить, а как-то пока всё никак? Конечно, мы всё время думаем о том, как улучшить нашу работу. Очень многие наши судьи, как эксперты, участвуют в группах, которые разрабатывают изменения в законодательстве и потом в САИМ посылают, как эксперты там. На данный момент наша актуальность – это эффективность суда, это электронные дела, которые уже через год, через два должны быть перед судьями, уже не в форме бумажной, а в электронной форме. Это тоже, с одной стороны, ускорит рассмотрение дела, а с другой стороны, если надо, например, второй инстанции слушать всё, не прочитать, когда в письменном виде, тогда это будет дольше. Есть такие вопросы, которые мы смотрим, конечно, всё время. Как судей учить, потому что судья должен учиться в течение всей своей рабочей жизни. Так не бывает, что один раз окончил университет, проработал пять лет, где-то потом сдал экзамен в суде и… Ну и дела-то очень разные, специфические, где-то есть какие-то определенные знания. Конечно, конечно, конечно. Так что все эти вопросы ежедневно на нашем… Повестке. Повестке дня, да, да. Вот что касается Рижского окружного суда, всё-таки по большей части это суд второй инстанции. На данный момент уже да. Да. И многие думают так, возможно, кто-то из районных судей, ну, если вдруг что-то, так сказать, я там ошибся, мы все люди, ну, дальше окружной суд поправят. Обжалуйте, и там окружной суд поправят. Что касается анализа работы ваших коллег первой инстанции, насколько часто вот за последнее время вот окружной суд сталкивается с тем, что, ну, видно, что полагается почему-то на суд второй инстанции и рассматривает дела, к примеру, поверхностные. Есть такие у вас данные или так нельзя сказать? Так нельзя сказать, потому что судья, который работает в первой инстанции, ответственен за своё решение или свой приговор, ответственен перед законом, перед обществом. И судьи стараются, очень-очень стараются всё сделать правильно. Но для этого и существует трёхуровневая судебная система. Если есть какие-то ошибки, чтобы был кто их исправить, если есть какие-то нюансы, где, может быть, первая инстанция не была ознакомлена с какими-то доказательствами, которые по какой-то объективной причине не подали в первой инстанции, тогда может в вторую подаваться. Так нельзя сказать. Судьи работают с очень большой ответственностью. И там есть механизмы, чтобы это так было. Каждые пять лет каждый судья проходит квалификационную комиссию, где работа судьи оценивается. То есть нет такого, что он стал судьёй и больше не должен... Нет, такого даже быть не может, потому что, чтобы пройти эту квалификацию, судья второй инстанции или уже кассационной инстанции пишет отчёт о том, как судья проработал предыдущие пять лет. И судья очень-очень серьёзно относятся к своим обязанностям. То есть, условно говоря, если вот за эти пять лет у судей первой инстанции, условно говоря, там было 20 дел, из которых потом 15 было... Было понятно, что он совершил ошибку во второй инстанции. То значит, этот судья признан неквалифицированным или недостаточным. И, соответственно, там последуют какие-то либо санкции, либо его увольняют, либо... Да, да. Может быть и такое, да? Конечно, конечно. А насколько вообще, вот вы говорили про судебную систему, а уровень судей в Латвии, вот по европейским меркам, достаточно высок или есть ещё куда стремиться? Уровень очень хороший и достаточно высок. Нам надо принимать во внимание то, что уже многие наши юные коллеги-суди уже учились не только в Латвии, но и в других странах. Очень хорошее образование. Очень много для продолжения обучения делает и Европейский союз. Там тоже есть центры, которые обучают судьи. Так что уровень судей очень-очень высокий. А как вообще, ну это, наверное, такой дилетантский вопрос, но в конце концов я и не юрист, да. Как можно обучаться юридической системе в другой стране? Ведь в каждой стране всё-таки есть какие-то свои особенности, свои законы. Можно, конечно, обучаться, но тогда надо думать, какая будет карьера в дальнейшем. Ну вот вы говорите, что молодые коллеги ваши. Там в большинстве учатся или права человека, или права... Или международное право. Вот этот сегмент, да. А здесь уже, конечно, надо национальное законодательство знать, чтобы работать судьей. Вот, может быть, тоже такой вопрос для радиослушателей. Окружной суд, Рижская окружная, это вторая инстанция, поскольку впереди, конечно, ещё и рассмотрение, видимо, все стороны сказали, что собираются обжаловать и делая золитуда. Должен ли окружной суд тоже проверять все собранные доказательства или уже опираться на то решение, которое было принято судом первой инстанции? Это будет зависеть от того, в каком объёме будет обжалован приговор первой инстанции. Если только по поводу наказания, то тогда можно только эту часть проверять. Если по существу, и как, ну, предполагаю, что будет по существу, потому что... Да, тогда, конечно, нужно будет проверять доказательства тоже, но это уже в том объёме, в котором будет обжалован или протестован. Но это, по вашим оценкам, это опять займёт 5-6 лет, или всё-таки... Думаю, что так не должно быть, но это очень трудно предсказать. Но те выводы, которые можно сделать по предыдущим нашим большим делам, тогда время в апелляционной инстанции занимает меньше времени и намного меньше, чем в первой инстанции. Но как долго это будет, сколько это будет длиться, это очень-очень трудно сейчас предсказать, потому что мы даже не знаем, насколько объёмен будет приговор первой инстанции, если уже короткий приговор был 800 листов. 800 листов, да? Ну, так представьте, что это за объём вообще будет. Это будет 2 тысячи или 3 тысячи страниц, да? Очень трудно сказать, очень трудно сказать. Вот мы знаем, что это, в принципе, такой нечастый случай, и вот в решении первой инстанции по Золе Туда было такой благ у своём умств. Вот могут ли, на ваш взгляд, возникнуть какие-то вообще дополнительные обстоятельства, новые, которые раньше не были рассмотрены следствием, и это тоже, ну, суду придётся тоже это оценивать? Как будто не могут, но попытки могут быть всякие. Ну, именно с юридической точки зрения. То есть, в том плане, потому что, когда судьи первой инстанции потом обосновывали своё решение, они, среди прочего, сказали, что прокуроры недостаточно хорошо выполнили свою работу. Это было из-за аргументов. Понятно, что вы не можете, вы сейчас не находитесь внутри дела, вы, наверное, не можете оценивать эту работу, но в целом, если действительно прокуроры недостаточно добросовестно выполнили свою работу, если это так, вот сейчас во второй инстанции могут ли они там исправить свои ошибки, такой провести ребрендинг, или уже всё? Вот что есть, то есть. Очень трудно сказать, что предразумевается вот этим «блакус лаймомс». «Блакус лаймомс». Я не читала его. Дождёмся, да, пока. Да, дождёмся. То, что там написано, как я поняла из публичного обсуждения, это упрёк прокурорам, что они что-то не сделали, и чтобы на будущее более большое внимание, как будто прокуратура уделяла вот этим вопросам. Что может быть второй инстанции, ну, не будем предсказывать, посмотрим, что будет. Обжалует, не обжалует, протестует, не протестует, после уже полного приговора, когда уже видны мотивы, ну, там уже надо смотреть с юридической точки зрения. И, конечно, сейчас о этом деле квалифатированном могут говорить только те юристы, которые были участниками этого дела. Судьи, прокуроры, адвокаты. Те, которые не читали материалов дела или сейчас ещё нет возможности полного приговора читать, могут только свои предположения высказывать. Но в юриспруденции такого не бывает. Юриспруденция очень точная наука. Ну, вот просто понятное дело, что дело Золи туда, это отдельное вообще дело... В латвийской истории, в принципе, это, наверное, одно из, если не самое даже такое известное дело, которое я сейчас наведу. И в связи с этим вот вопрос по вашему опыту. Когда у судей вот такое дело, которое публичное, которое общественной важности, когда практически каждый житель Латвии в той или иной степени не заинтересован исходом суда, и какое бы ни было решение суда, оно будет обсуждаться очень-очень массово. Понятное дело, что это намного сложнее для судей, но есть ли какие-то способы, навыки, которым судьи отдаляются вот от этого, потому что всё равно они должны быть объективными. И, может быть, вам кажется, что нужно быть чуть более открытым судебной системе в целом, потому что сейчас, конечно, основные разговоры идут в том ключе, что вот судьи всех оправдали, кроме одного человека, это было сделано неправильно. И судьи пытаются объяснить своё решение, но вот как-то, видимо, недостаточно. Судьи обучаются и в такой стабильности психологической независимости от мнения жителей, потому что судья должен выносить свой приговор только в рамках закона. Судьи этому очень долго обучаются. Обучаются и тем, как свою психологическую стабильность сохранять. Есть разные методы, как это делается на данный момент, и Центр судейского обучения предлагают судьям сеансы супервизора. Супервизор, да. Супервизора. Есть даже такие обучения, где медиумации... Ну, обучение СМИ? Ну, да, работа со СМИ, скажем так. Да, 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 да. Так, взаимодействие, да. Это всё на судейской практике проходится. Ну, то есть есть какая-то... Но то, что это психологически трудно, это, конечно. Потому что, вы сказали, каждый житель Латвии заинтересован. Я думаю, что тут нюанс. Не заинтересован. У каждого есть мнение, потому что это была огромная трагедия. Но в мирное время такое крушение здания. Да, 54 погибших, сколько пострадавших. И сколько пострадавших. Так что у каждого есть мнение. Это означает то, что люди неравнодушны. Но суд может вынести приговор только в рамках закона и по тем доказательствам, которые есть в деле. Притом, я так понимаю, чтобы по тем законам, которые были в момент совершения... Да, 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 конечно. А не потом те изменения, которые произошли. Конечно, конечно. Вот насколько суды могут использовать современные технологии, к примеру, по скайпу? Потому что я так понимаю, что и уголовный процесс предусматривает такую возможность. То есть не всегда нужно вот этого там заключенного вести в зал суда и так далее. Да. Мы это называем, и по существу это немножко другое. Это не скайп, это видеоконференция. Но суды это очень много используют на данный момент и по уголовным делам, и по гражданским делам. По уголовным делам это используется и с местами заключения, и с экспертами, и с другими странами, когда там находятся или свидетели, или те души. Да, потерпевшие. Да, потерпевшие, да. И по гражданским делам также. Если вы знаете, то у нас 5 лет такая норма в Сирии, что для быстрейшего рассмотрения дела можно передавать в другие регионы, потому что в Риге, в Рижском округе было очень много дел. И тогда, чтобы людям не ездить в другие города, да, эта видеоконференция очень часто используется. Но умножилось на... Если было в начале 20 видеоконференций в год, то на последние годы это уже 400 видеоконференций, которые только один Рижский окружной суд применяет или обеспечивает. И еще другие суды Латвии используют. Анна, насколько судье вообще удобна такая система? Потому что мне кажется, что если ты прислушиваешь по скайпу, ты все-таки что-то теряешь. Конечно, это иначе, чуть-чуть. Но мы же привыкаем, мы привыкаем к этим технологиям. Как ваш коллега сказал, это тоже самое по существу, это тоже самое, что говорить по скайпу. Ну тогда и каждый может себе представить. Если вы сидите с ребенком или с кем-то разговариваете у обеденного стола, это одна коммуникация. А если вы разговариваете по скайпу, это чуть-чуть другая. Но все равно вы же видите нюансы, вы видите, как человек себя чувствует, как он высказывается. Есть ли повод думать, что он врет? Есть ли повод думать, что он говорит неправду, если мы говорим о свидетелях? Я думаю, что наша жизнь уже так оснащена всеми этими технологиями, что мы уже от этого никуда не можем избежать, что это наше будущее неотнимаемое. Да, еще один, может быть, такой момент. Понятно, что он, видимо, связан и с законодательством тоже. Мы говорим действительно, вы уже сами сказали, что 96% рассматривается в течение двух лет. Это действительно достижение по сравнению с тем, когда десятилетиями рассматривалось, с одной стороны. С другой стороны, ведь бывает в жизни ситуации, весьма нередки, когда требуется, если так можно сказать, более оперативное рассмотрение дела. Ну вот то, что сейчас обсуждается, к примеру, в административном суде, вот эта история с отстранением мэра Риги Ушакова. Все же понимают, что это как-то странное рассмотрение, поскольку, во-первых, уже Ушаков депутат Европарламента, его вернуть нельзя, да и некуда возвращать, потому что к этому моменту уже Ильичская дума распущена, тратятся ресурсы, в том числе государственные, судьи рассматривают дело, которое по существу, как бы оно ни закончило, все прекрасно понимают, что оно не имеет никакого фактического разрешения. Даже если, предположим, что суд скажет, ну незаконно отстранили от должности мэра Риги, что теперь дальше? Это ведь был политический процесс, дума больше нет, сейчас будут неочередные выборы. Не кажется ли вам, что, возможно, стоит в законодательстве предусмотреть какую-то, не знаю, более быструю оценку суда, пока это решение имеет хоть какое-то значение? Потому что сейчас такое ощущение, что это больше не знаю, такое вот, не знаю, научной точки зрения. Знаете, мы к выводам приходим по большинству тогда, когда уже есть какой-то пример, или, ну, можно его даже, может быть, назвать хрестоматичным примером. Так и происходит, что в законодательстве мы включаем какие-то нюансы тогда, когда уже мы к каким-то выводам пришли. Напарство, скажем так. Да-да-да, и уголовный процесс говорит, какие дела надо рассматривать приоритетно. И, может быть, ваше упомянутое тоже когда-то в административном процессе такое-таким будет являться. Но там есть еще один нюанс. Очень часто бывает так, что это решение суда важно для персоны, которая участвует в деле. Для того, чтобы эта персона могла уже публично, со всеми доказательствами показать обществу, что меня отстранили незаконно. И это может быть очень... С этой точки зрения, да? Да, конечно. И это может быть очень важно тем людям, которые только начинают свою рабочую жизнь. Для их карьеры, для того, чтобы их репутация не была испорчена. Так что там не только одна точка зрения, что уже нет смысла. Смысл всегда есть, но как, для кого и какой. Ну вот если мы говорим о Риге, то как раз-таки, ну понятно, там с господином Ушаковым действительно, это ему как человеку, наверное, важно. И если он собирается оставаться в политике, то, конечно, это важно, какое решение будет принято. Но вот сейчас интересный получается казус, юридический именно, который мы у многих спрашивали, и ни у кого нет прямого ответа. Вот Рижскую Думу распустили, партия согласия подала в Конституционный суд жалобу, говорит, что это было незаконно. Понятно, что рассмотреть это не успеют до внеочередных выборов, которые пройдут вот в конце апреля. И получается, теоретически, если Конституционный суд примет решение, что это действительно было незаконно, у нас одновременно будет две Думы. Я бы предложила вам это пригласить тогда председателя Конституционного суда и задавать эти вопросы, есть ли смысл или нет смысла. Я бы хотела ответить так, что судьи вообще должны быть аполитичны. Но судья не может быть ни в партии, нигде. Поэтому судьи смотрят на этот вопрос не с точки зрения политики, а с точки зрения законодательства. И то, что будет, я тоже вам не могу предсказать, потому что надо дождаться решения Конституционного суда. Вот еще такой вопрос, который я не могу не задать. Я думаю, вам часто журналисты задают. Это, конечно, дело Лэмбокса. Понятно, что за эти годы это действительно такой рекордный, наверное, долгий процесс. Много чего сменилось. И судьи сменились, и уже бесчисленное количество адвокатов. И дело тянется очень долго. Наверное, это особо тяжело и психологически для судей тоже. Много было обстоятельств, наверное, почему это дело затянулось. Но не кажется ли вам, что если так долго все это рассматривается, нельзя сказать, что теряется смысл. Но в какой-то мере даже понятно, что все живые люди. Когда свидетели спрашивают, скажите, а что вы там говорили и делали, не знаю, 28 февраля 1994 года. Человеку, например, 74 года, он уже не помнит, что он вчера делал. И зачем он в суд пришел. Ну, я утриваю, но общий смысл. Вот как здесь, все-таки ведь мы знаем, что по закону, но и по справедливости тоже. Не теряется ли вообще смысл всего этого действия? Ну, с точки зрения Рижского окружного суда, мы, конечно, то, что мы на данный момент, и то, что я как председатель суда могу сказать, мы, конечно, не гордимся тем, что дело так долго находится в рассмотрении. Но почему так долго? Это ответ дадут судьи, которые будут составлять приговор. И мы, конечно, у нас есть мониторинг, сколько много судебных заседаний, как много откладывалось, как много и из-за чего. То, что вы спрашиваете о свидетелях, конечно, людям очень трудно вспоминать, что происходило 10 лет назад, но нам надо вспомнить то, что это дело в суд мы получили в 2008 году. Там есть эпизоды, которые происходили в прошлом веке уже, так можно сказать. И тем, что мы можем успокоить, свидетели опрошены уже много лет назад. Ну, и в суде. Уже всё, то есть? Да, всё-всё. Там на данный момент судебные премии, которые уже проходят второй год. Второй год. Да-да. А есть надежда, что в этом году это завершится? Не могу вам сказать, это очень много будет зависеть от того, как много и долго будут часы выступать адвокаты. Потом ещё последнее слово. Оно тоже пока не ограничено, да, по времени? Пока нет. Пока нет. То есть, я опять-таки сейчас проутрирую, но теоретически, если последнее слово не ограничено, можно ли его растянуть на несколько заседаний? На несколько заседаний, конечно, можно, но суд может остановить. Конечно, если человек говорит о цветах, о птичках тогда, конечно, потому что... То есть, такая власть у судеб всё-таки есть? Ну, конечно. Чтобы сказать, хватит, мы поняли ваше мнение. Конечно, конечно. Ну, в любом случае, мы можем, нельзя исключить, что дальше пойдёт и касаться Верховный суд. Ведь ещё есть третья инстанция. Я думаю, что да. Так что ещё? Ну, предразумеваю, что да, по многим причинам, потому что... Одна причина, что дело объёмное, там очень много эпизодов, там очень интересные... Тома, там тома. Да, да, казусы с точки зрения юриспруденции. Но я тоже могу говорить только поскольку... Потому что всё дело прочитали только судьи, которые работают с этим делом. Там не заменился состав суда. А, ну, сначала, да, один год был бы, да. Потому что, ну, состояние здоровья уже такое, что... Ещё один вопрос, наверное, очень актуальный сейчас, это экономический суд и их создание. Мы знаем, что соответствующий законопроект уже рассматривается Сеймом. Как это вообще изменит? Потому что работу судов – это всё-таки что-то новое. И я так понимаю, что потом это решение экономического суда, может быть, всё равно обжаловать Рижский окружной суд. И оно всё равно придёт, и тоже могут сказать, ну, вот, там судьи, вот, в экономическом суде специально подготовлены. А в Рижском окружном они всех этих финансово-экономических нюансов могут не знать. Нет, тоже специально подготовлены. Тоже специально подготовлены. Тоже специально подготовлены. Так что, в принципе, теоретически можно было обойтись и без экономического суда. Может быть, конечно, есть и такое мнение, и такое мнение высказала и Тесла, и Тупадуме. Совет по иреспонденту. Ну, по судебным делам, скажем так. Совет по судебным делам. Да, такого мнения было, и такое мнение высказал Сейму, и это мнение Сейму известно, и политикам известно тоже. Ну, немножко, возвращаясь немножко обратно, вы говорите про независимость судей, вы говорите, судья должен быть аполитичным, судья должен быть, ну, максимально, как бы, отстранённым от дела лично. Ну, понятно, что проводится какая-то проверка, но насколько она, не знаю, тщательная? Ну, условно говоря, в золитутском суде не может быть судья, у которого кто-то из знакомых погиб в трагедии. Ну, а если это знакомый знакомый, ну, или когда, как-то вот, я не конкретно про золитутскую трагедию, в целом, насколько глубоко копается вот эта личная связь? Это каждый судья имеет обязанность отстранить себя от рассмотрения дела, если он видит, что он не может быть объективен. Ну, если есть какая-то даже мнимая заинтересованность, и каждый судья тогда принимает решение, что он отстраняет себя от рассмотрения дела. По уголовному процессу там был ещё нюанс, что председатель суда может не принять такое отстранение дела. Отвод от дела, да. Отвод, да, изменение. Ну, я так понимаю, что и адвокаты есть возможность заявить отвод. Да, и прокурор, и адвокат могут заявить отвод. Так что это рассматривается очень тщательно. Но председатель суда может не принять этот отвод, если ему кажется недостаточно активированным? Да, и если он видит, что это не обоснованно. Но такая возможность утверждена только в уголовном процессе. Я думаю, что вообще надо в дальнейшем рассматривать, правильно ли это. Потому что судья у нас независимый. И он должен быть в праве сказать, что он не может рассмотреть это дело объективно. Потому что та причина, которая ему кажется важной для других, может казаться незначительной. Он только сами себя можем оценивать. Да, да. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. У вас еще есть время. У нас еще и ватсап работает, так что вы можете писать нам. Да, 2-3-0-6-1-91. На ватсап, да, вот был звонок, но сейчас нет. Еще, может быть, такой вопрос, который хотелось бы задать. Что касается рассмотрения экономических дел. Вообще, в принципе, насколько они быстро рассматриваются сейчас, по вашему опыту, почему? Потому что, ну, это экономически имеется в виду гражданском судопроизводстве, потому что, ну, бывают такие ситуации, что когда тоже, опять-таки, выносятся решения, уже фактически не с чего и не с кого взыскивать. Да, и фирма давно ликвидирована, и людей уже этих нет. Насколько там вот эти сроки пытаются довольно оперативно, если так можно сказать, рассматриваться? То, что, наверное, важно сказать, что, например, в Рижском окружном суде 70% экономических и других гражданских дел рассматривается в течение трех месяцев. Это очень хороший показатель. А как это удалось достичь? Вы увеличили количество судей? Вот это норма тоже, но это норма, которая дает возможность дела разделять по всей Латвии. Только, только благодаря этому. Многие забыли, что есть такая возможность, да? Многие, наверное, забыли, конечно, не забыли те, которые участники дела, потому что им чаще нужна видеоконференция или им надо ехать в другой город, ну, если есть такое желание. Но, конечно, бывают и гражданские, и экономические дела, которые объемные, и где рассмотрение в первой инстанции затягивается. До года может такое быть, и есть какие-то дела из предыдущих лет, которые, может быть, и затянулись. Но то, что делает Рижский окружной суд, мы каждые три месяца делаем мониторинг о тех делах, которые у нас находятся, дольше того времени, которое мы объявили как рассматриваемые сроки. Каждый год каждый суд составляет такой план, как он сможет рассмотреть дела. И мы вот этот мониторинг делаем и спрашиваем у каждого судей о каждом деле, почему так долго, почему это дело еще не рассмотрено, какой ваш прогноз, как вы думаете, в течение какого времени сможем. И тогда мы уже видим, что мы можем сделать, как мы можем помочь этому составу, или там еще нужно, ну, зал дать больше дней, чтобы была возможность рассматривать, или какие-то помощники из персонала нужны, там, судебный полык, естественно, полык. Да, помощники судей, давайте прием звонки наших радиослушателей. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Я заметил такую тенденцию за последние 30 лет, что судьи по уголовным делам относятся предвзято к людям русской национальности. Это первое. Второе. Когда выносится по ЕСПЧ, суд по правам человека европейский, выносит решение в пользу ИСЦА компенсировать ему моральные и так далее эти издержки. Да, да, да. Берется с госбюджета. Неправильнее ли было, чтобы бралось с зарплаты судьи и с ее имущества? Спасибо. Это было бы справедливее, да? Спасибо за вопрос. Вот такие два вопроса интересные. Вопросы очень хорошие. Я в своей практике не видела ни одну жалобу, которая бы в нашем суде была, или я не слышала. И о других судах, что было бы предвзятое отношение по поводу национальности. Почему может быть такое мнение у человека создалось? Потому что законодательство предразумевает, что все дела должны рассматриваться на государственном языке. И тогда есть возможность использовать переводчиком, если человек что-то не понимает. Но это и в других странах так происходит, и так, и в Европейском Союзе, и в других. А если человек, ну, переводчик для того, чтобы понимать, да, а чтобы самому высказываться тоже, то есть он говорит там, ну, если плохо владеет или не владеет государственным языком, тогда переводчик как бы стоит рядом и переводит то, что он говорит. Да, конечно, конечно. И сейчас на данный момент все записывается в аудиопротоколы, и там нет уже тогда споров о том, как сказал, как высказался, что сказал и так. Насчет второго вопроса, судья не может быть сам ответственен финансовым, потому что это одна часть независимости суда, что ответственность другая. Ответственность профессиональная, то, что я рассказывала, квалификационная комиссия, ответственность, конечно, и дисциплинарная, ответственность уголовная, если уже есть какое-то преступление. Но это в себе предразумевает, что суд независимый, и поэтому все финансовая ответственность на государстве. И так и во всех других остальных странах во всем мире. Ну, на государстве это получается на налогоплательщиках. Ну, да, мы тоже на налогоплательщики. И те судьи, которые принимают правильные решения, и те, которые конкретно не участвовали в рассмотрении того дела, где потом Европейский суд по правам человека вынес решение против государства, те тоже платят за, ну, такая ответственность у всех жителей. Ну что, вот так вот время, наверное, быстро дошло к концу. Председатель реческого окружного суда Дайга Вилсона у нас была в студии, и большое спасибо.